Печенье кулуракия по виду больше напоминает булочки, по вкусу оно получается рассыпчатым и очень оригинальным, готовится быстро, так как при замешивании теста, не нужно ждать пока оно поднимется. Сверху печенье можно посыпать не только маком и кунжутом, но и измельченным арахисом, подавать к столу выпечку нужно в остывшем виде. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. В миску вбейте 1 яйцо и белок со второго яйца, всыпьте соль и сахар, выложите сливочное масло, лучше, чтобы оно было комнатной температуры. Хорошо все перемешайте, всыпьте муку и соду. Замесите тесто. Жду ваших лайков и комментариев. Разделите его на одинаковые по размеру кусочки. Каждый раскатайте в колбаску. Переплетите две колбаски между собой. Выложите печенье на противень, смажьте его молоком с яйцом, посыпьте кунжутом и маком. Отправьте печенье в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут. Греческое печенье кулуракия готово. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! А теперь ингредиенты. Яйцо куриное, 2 штуки, 1, в тесто, 1, для смазывания печенья. Молоко, 30 мл. Масло сливочное, 100 грамм. Соль, 1 щепотка. Сахар, 0,5 стакана. Мюка, 2-2-5 стакана. Сода, 0,5 чайных ложки. Кунжут, 1 чайная ложка. Мак, 1 чайная ложка. Количество порций, 3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.